Какие самые эффективные процедуры при начинающихся брылях и начинающемся изменении овала лица? Спрашиваете вы в очередной раз, а я в очередной раз отвечаю, что процедуры будут зависеть от того, из-за чего у вас изменяется овал лица. Если он изменяется из-за ухудшения тонуса кожи, это обычно бывает в достаточно старшем возрасте, 45+, при начинающихся гормональных изменениях. Либо если вы свою кожу убили, например, загаром. Так вот, если это связано с изменением тонуса кожи, то нужно использовать процедуры, которые будут улучшать тонус кожи. От бирютилизации до аппаратных шлифовок, лазеротерапии и так далее. Если изменение вашего овала лица связано с тем, что вы набрали вес и у вас гипертрофировались, то есть увеличивались поверхности жировые пакеты, то вам нужно либо похудеть, либо бороться с этими жировыми пакетами и другими методиками, например, ультразвуковым смаз-лифтингом. Если у вас овал лица попутан из-за того, что у вас включилась мышца платизма и другие мышцы, которые оттягивают кожу лица вниз, то без выключения их ботулотоксином вы не получите никакого улучшения четкости овала лица. А с ботулотоксином получите. Если у вас овал лица изменился из-за того, что у вас изменилась осанка, выстояние головы стало вот такое, то пока вы не исправите осанку, ничего со вашим овалом лица не случится. Если изменение овала лица связано с тем, что у вас уменьшилась нижняя челюсть, что она у вас исходно была маленькая, а с течением возраста стало еще меньше, то здесь вы не получите никакого результата, пока вы не имитируете нормальный размер и нормальную проекцию нижней челюсти. Это делается обычно либо филерами гиолуровными, либо другими, либо имплантами, либо ортогнатическим лечением. Вот такие вот способы, их огромное количество, я еще не все перечислила, поэтому если у вас изменился овал лица, ну подойдите вы к грамотному врачу-косметологу, ко мне, например, мы все посмотрим и все вам объясним. Здесь может быть миллион вариантов, и для каждого варианта есть свой способ эффективной коррекции. Вопрос, как убрать синяки под глазами. Совет высыпаться, пишет пациентка, не работает. Ну жалко, конечно, что не работает, у многих работает. Почему у вас не работает? Может, вы недостаточно высыпаетесь? Если серьезно, то синева под глазами чаще всего образована несколькими причинами. Причина первая, это недостаток объема, это недостаток жира в этой области. Этот жир можно имитировать введением либо собственного жира из других мест, либо введением гиалуроновой кислоты, гиалуроновых филеров. Следующая причина, это грыжи нижних век, и нижняя граница грыжи, она будет просвечивать, как такая вот слезная борозда, синяя слезная борозда. Здесь нужно просто оперативно убрать эти грыжи. И следующая причина, это окраска кожи. Очень часто такая синяя, даже зеленоватая окраска кожи бывает на лицах с преобладанием азиатских черт внешности. Сложно работать с этой пигментацией, но работать можно. Используются мезопрепараты осветляющие, используются аппаратные методики. Но настройтесь на долгое лечение. Но в принципе работать можно. Поэтому приходите, будем разбираться, чем образованы ваши синяки. И может быть и поспите у нас, и поможет вам этот сон. Приходите. Какие препараты, процедуры применяются при выраженном птозе нижней части лица? Если вы при выраженном птозе хотите получить эффект лифтинга, то никакие косметологические процедуры не дадут вам выраженного эффекта лифтинга. Здесь нужно прибегнуть к пластической операции. Поэтому не обрадую вас. Сходите на консультацию к пластическому хирургу и обсудите. Если вы не хотите получить выраженный лифтинг, или у вас есть противопоказания к проведению операции, что мы можем делать? Мы можем уплотнять кожу с помощью коллагеностимуляторов, препаратов коллагена, аппаратных методик. Мы можем изменять точки света преломления. То есть вводить филеры так, чтобы казалось, как будто ваше лицо более подцанутое. Это будет псевдолифтинг. По большому счету, какая нам разница? Псевдолифтинг нас вполне устроит. Но если вы хотите косметологическими способами, какими-то аппаратами, нитями подтянуть овал лица при выраженном избытке мягких тканей, при выраженном птозе, к сожалению, вы зря потратите время и деньги. Здесь лучше обратиться к пластическому хирургу. Вопрос про анатомически нависающие веки. Есть ли процедуры, которые могут от этого помочь? Если изменение позиции бровей и нависание век связано у вас не с возрастными изменениями кожи, то есть не с дряблостью кожи, а именно с анатомическими особенностями, то, к сожалению, процедур, которые дадут вау-эффект, не существует. И, может быть, вам стоит предпочесть хирургическую коррекцию. Если у вас нависание невыраженное, то мы можем улучшить вашу позицию бровей с помощью ботулотоксина, с помощью филлеров, с помощью нитей. Но поймите, здесь результат будет такой, на миллиметрик на два. Но, возможно, вам этого миллиметра будет и достаточно. Поэтому в любом случае приходите на консультацию ко мне либо к моим врачам-косметологам. Мы посмотрим, что с вашими веками. И если есть резон делать косметические процедуры, мы вам их предложим. Если резона нет, если эффекта от наших процедур не будет, то мы направим вас к хирургам для оперативного решения этого вопроса. Следующий ваш вопрос. Расскажите, пожалуйста, о максимально эффективных аппаратных процедурах. Какие процедуры могут максимально убрать носогубную складку, максимально подтянуть овал лица и создать максимальный лифтинг именно аппаратной процедуры. Дорогие мои друзья, мы с вами люди умные и адекватные. И мы должны понимать, если мы говорим об убрать и об лифтинг, то это идет речь не о косметологии, а о пластической хирургии. Когда мы говорим о косметологии, то убрать здесь ничего не получится, только если это не лазерное удаление, но в образовании, где они действительно вырезаются, убираются. А вот косметология – это история про уплотнить, про уменьшить, про улучшить. И здесь аппаратные методики могут сработать любые, для которых у вас есть показания. Пример, если у вас худенькая личика с дряблостью кожи, то глупо ожидать эффекта уплотнения кожи от ультразвукового смаз-лифтинга. Потому как ультразвуковой смаз-лифтинг, он не уплотняет кожу, он в основном компактизирует лицо, уменьшая его объемы. А вот если у вас личик такой вот с гипертрофированными жировыми пакетами, более кругленькая, более объемная, то здесь эффект от ультразвукового смаз-лифтинга ожидать вполне возможно. И вот такая история с каждой аппаратной методикой. Для каждого аппаратного метода есть свое лицо. А подходит ли ваше лицо под этот аппаратный метод? Или наоборот, подходит ли этот аппаратный метод под ваше лицо, знает врач-косметолог. Например, я. Либо, например, мои коллеги у нас в клинике. Приходите, будем обсуждать. Но идеального аппаратного метода, который на всех лицах дает результаты, такие же, как пластическая хирургия, ну камон, таких методов не существует. Но это не значит, что аппаратные методики не нужно применять. Нужно в качестве профилактики, во-первых, и без чрезмерных ожиданий. Да, мы улучшим с помощью аппаратки вашу кожу. Да, мы сделаем чуть более четкий овал лица. Да, мы уменьшим носогубные складки, и вы будете выглядеть более молодой. Но пластическая хирургия ничего не заменит. С другой стороны, у аппаратных методов нет такой реабилитации, нет таких рисков, как у пластики. Поэтому приходите, будем решать, что вам даст эффект, а что не даст.